так сегодня такой маленький обзор артур артур конан дойл вообще мне нравится эта серия по-моему называется николай надеждин вот николай надеждин неформальной биографии такой pocketbook маленькая гибкая один раз прочитал в принципе ничего с ней не случилось и здесь всякие биографии можно купить и не стоит там 100 150 рублей может сейчас уже подороже но ты думаешь если вышла книга про человека наверно достоин чтобы и так к ним куча людей узнала и дополнительной биографии собственно не только шерл холмс такое название стебно немножко здесь рассказывается как он был врачом у него был там прототип откуда взялся шерл холмс и в принципе на одной странице информации на другой странице картинка практически везде либо канаду либо его там родственники либо шерл холмс книжками разбилась на две части 1 получилось почитал потом отложил первое именно почему появился широком с откуда он взял какой был прототип как он написал и обрел по сути с этим славу ну плюс рассказывается его так сказать детство семья что они жили серия там тип как аристократ или какая-то там богатая семья средний класс можно сказать но при этом они как бы были бедные и была большая семья он пошел работать то есть была такая видимость вот они не могли попросить денег потому что условно там это влияет как на репутацию так далее но в принципе из можно сказать из бедной семьи вот сделал вид что он там типа не богатый на самом деле были бедны и вот так вот когда смотришь картинки либо какие-то вот момента ты можешь оттуда вспомнить обзор на ходу и как раз он написал шерл холмса как ему пришла огромная популярность про его семью как там женился и про то как людям понравилось вообще шерлок холмс это как знаешь спектакль одного актера иногда бываешь и говоришь там типа за редклиффом гарри поттер сохранилась роль и все в другой ампла его не воспринимает и здесь практически получилось также по сути он делал много усилий писал и заработал что-то стрельнул до успех пришел спустя какое-то время и получается все людям понравился шерл холмс этот дедуктивный его метод и ничто другое не воспринимали то есть он писал например потом другие какие-то пьесы рассказы и людям это нравилось или когда он допустим какие-то пьесы читал поехал ну словно с каким-то гастролями и что прошел конца что прошел холмса по сути был у него интерес в книге показывается что публика от него требовал там хлеба и зрелище а по сути его творчество уже ему не принадлежал то всему хабу публика говорил что дело что они хотели но в принципе пипа хава это и он написал продолжение и это стало таким фурором плюс рассказывается про его семью что него была супруга она там допустим сильно заболела он потом влюбился в другую женщину и там 10 лет она ждала пока кто-то не уйдет потому что видимо разводы и так далее это все у кого было достаточно тяжело и вот он когда потерял там любимый человек уже ушел он в спиритизм хотя он сам не что в это верила потом уже как бы начал до верить духов и так далее просто потерял близкого человека очень сильно подкосила смерть потом рассказывается что когда началась война по 2 мировая и у него пошли там родственники братья и так далее что он тоже был военно врачом хотел пойти на передовую потом взяли у медикам второй раз на войну его уже там не взяли и сказали что ты нужен там для для страны и он писал брошюрки подбадривал в общем солдат и так далее но в общем интересно это когда читаешь понимаешь что он там закрылся потом в доме приехала его слона вторая любовь вот они там поженились и долго счастливы были вместе по сути эта книжка вот здесь все это рассказывается и детство его и настоящие и труды и работы и вот это спиритизм и как он потом нас гудини познакомился и везде в этом приглашали на разные мероприятия вот снова были знакомства потом гудини уже собственно есть такая же книжка про него он разоблачал всех этих спиритических сеансов так далее и кого на этой позитивной ноте они с ним разошлись принципе книжка мне очень понравилось я не жалею что я прочитал на каким такими широкими мазками это осталось и такой фанатам широкого холмса вообще будет интересно так вот маленькой книжечку почитать кого в подарок это мелочи и приятно ну вот почитав я понял что такие вот наверное вещь популярных люди они становятся пострелив какой-то в нужное наверно время и у них всегда какой-то там типа горе что лишь такое там на личном фронте на то есть одержимая и у них там страдает семья еще что-то ну как бы какая цена успеха и здесь в принципе в конце он умер уже в кругу семьи интересно вот так вот почитать конечно думаешь блин времена такие были на самом деле я ни в коем случае не пожалел что прочитал напишите кто читал вообще такие биографии кому понравились вот здесь хамингуэй рекламируют